Добрый день! Меня зовут Андрей Сапожников. Я являюсь представителем организатора этого замечательного форума, региональный форум «Линия успеха», который в этом году у нас проходит совместно с двумя инициаторами. Это правительство Самарской области и администрация городского круга Самара. И вчера у нас был официальный день российского предпринимательства, с чем мы вас и поздравляем. И, соответственно, наша задумка, вот такой телевизионной гостиной, стоит в том, чтобы собрать здесь, на этой площадке, наш региональный клуб бизнес-тренеров, который у нас действует в Самаре не так давно, но уже значительное количество времени. И сделал такое расширенное заседание, и мы очень благодарны тому, что есть у нас здесь не только региональный бизнес-тренер, есть и федеральные бизнес-тренеры, консультанты, эксперты, которых мы попросим сделать свое представление о том, кто такой сейчас предприниматель, каков его портрет, что нужно предпринимателю сейчас действовать, как нужно действовать. Потому что у нас вот такая передача под названием «Актуальный разговор». Кризис, соответственно, если можно сказать, кризис новой возможности. Наша с вами задача не просто слушать, а активно участвовать. Конечно же, наши уважаемые гости, которых я представлю, они, естественно, будут основными действующими лицами, но не только они, соответственно, будут высказываться. У нас здесь присутствуют и те, кто работают, как говорят, во фрилансе, те, кто корпоративные бизнес-тренеры, те, кто, вот я вижу, занимаются всякими и деловыми играми, и дебатами, и развитием инноваций. То есть у нас большое количество людей, которые участвуют. Я представлю действующих лиц, поэтому все здесь, кто присутствует, так или иначе имеют отношение к бизнес-тренингу, или, по крайней мере, хотят иметь к этому отношение. И, соответственно, наши действующие лица, Денис Нежданов, президент корпорации бизнес-тренинга, Денис Нежданов групп. Пожалуйста, давайте аплодисменты, чтобы у нас настроение было. Соответственно, это представители наши со стороны федеральных экспертов, федеральных бизнес-тренеров. Со стороны федеральных наш эксперт Ишихуддинов Ильдар. При этом, насколько мне Ильдар сказал, что вчера их организация «Деловая Россия», в том числе, встречалась с Владимиром Владимировичем Путиным, и обсуждали тоже тему про бизнес. И поэтому, думаю, у нас есть возможность узнать из первых уст, что думает наш Владимир Владимирович. И представляю наших региональных партнеров. Это, соответственно, Антон Макаров, FG-консалтинг, достаточно известная компания в Самаре. Антон работает с многими проектами, является консультантом по проектированию, работает с компаниями «Роснец», «Газпром», ну, большой-большой список. И, конечно же, наш тоже региональный партнер Андрей Кичатов. «Симс Групп», и, конечно, тоже есть большой опыт работы не только в Самаре, но и в других регионах, насколько я смог прочитать по представлению. Еще раз Андрей Сапожников, самарский бизнес-инкубатор, тоже региональный бизнес-тренер, тоже участвует в разных программах. И у нас есть со стороны регионального клуба бизнес-тренеров, который возглавляет Елена Закирна Яшина. На сегодняшний день она ведет тренинг в Москве, поэтому регионы тоже выезжают. Всем вам большой привет передавала. Соответственно, я представляю еще наших помощников, которые это административный директор клуба бизнес-тренеров Оксана Бондаренко. Она будет работать с микрофоном. Это самый важный человек. То есть, если вы хотите, обратите ее внимание на себя, и тогда она вам даст микрофон в руки, а значит, вы будете услышанными. И, соответственно, исполнительный директор регионального клуба, я хочу вам предоставить слово, чтобы вы рассказали, что за клуб, кто в него входит, чтобы наши участники с федеральными тоже понимали. Наталья, пожалуйста. Меня зовут Наталья Воронкова. Уважаемые коллеги, наш клуб – это общественная организация, которая уже более трех лет работает очень успешно на базе Центра корпоративного развития. Самарского государственного экономического университета. Наши тренера – это, с одной стороны, люди, умудренные опытом, которые пришли поделиться своим опытом в клуб, помочь молодым развиваться. С другой стороны, это молодые тренера, которые проходят обучение на различных программах, то есть только на пути становления к тренерскому бизнесу. И в нашем клубе мы проводим различные тематические встречи, посвященные как расти, как развиваться, делимся своими наработками. И участие в сегодняшнем форуме для нас очень важно, здесь много наших представителей, потому что каждому эта тема актуальна на сегодняшний день. Спасибо большое за приглашение. Спасибо. Ну что, потихонечку начнем с некоторых затравок, некоторых основных позиций. Итак, значит, я в День российского предпринимательства получил некие результаты опроса с Левада Центра. Первый наш тезис – это кто такие предприниматели и образ современного предпринимателя. И вот, соответственно, Левада Центр провел такой опрос среди жителей, населения нашей страны. Какие наиболее характерные качества, свойственные отечественным предпринимателям? Да, вот, как вам кажется, какие, подумайте, ну вот, таковы результаты были. Жажда наживы, склонность к разного рода жульничеству и махинациям, деловая хватка, неразборчивость в средствах достижения своих целей, нежелание честно трудиться, авантюризм, низкий уровень общей культуры. При этом в процентном соотношении выглядит следующим образом. Жажда наживы – 53%, отметили. Склонность к разного рода жульничеству и махинациям – 35%, деловая хватка – 29%, неразборчивость в средствах достижения своих целей – 28%, нежелание честно трудиться – 28%, авантюризм – 26% и 20% считают, что у предпринимателей низкий уровень общей культуры. Ну, соответственно, давайте отреагируем на это исследование Левада Центр. Мы сейчас не будем склоняться к теме «так оно или не так». Мы высказываем свое мнение. Вы работаете с предпринимателями, вы работаете с предпринимателями. Как ваше мнение? Пожалуйста, микрофоны накладываю. У кого сразу есть что сказать, пожалуйста. И вижу, что Денис готов уже отреагировать на жажду наживы. Да, без сомнения. Добрый день, уважаемые коллеги. Денис Нежданов, президент корпорации бизнес-тренинга «Нежданов Групп», основатель Академии бизнес-тренингов «Айсик Мейнстрим» и бизнес-тренер города по версии портала Forbes.ru. Уважаемые коллеги, я не могу не отреагировать на этот факт. Мне очень интересно, среди кого проходили исследования и кто были респондентами. У меня есть подозрение, что предпринимателей среди них не было, либо очень мало было. Это первый тезис, да? Второй тезис заключается в том, что ведь смотря как посмотреть, что такое жажда наживы – это предприимчивость. Что такое неразборчивый выбор из средств – это целеустремленность. И все эти качества, которые влияют. Честно говоря, я думаю, что все некие претензии потенциальных или действующих респондентов, они в отношении российского предпринимательства, ну не то чтобы неуместные. Это скорее говорит о некой закомплексованности нашего электората, извините, в некоторых вопросах. Поэтому я убежден, что исследование, видимо, тоже имело какие-то свои цели – что-то показать, что-то вскрыть, и проблематика обнажена. К предпринимательству в России относятся плохо. Это самое главное, что мы видим здесь. Больше ничего я здесь пока не увидел. Поэтому я за то, чтобы те качества, которые были, мы видели, знаете, есть такое выражение, его недостатки были продолжением его достоинств. Я думаю, что это как раз вот то, о чем идет речь. И я думаю, что давайте поищем просто, какие все-таки перспективы есть у предпринимательства, и как, наверное, все-таки менять имидж предпринимательства. Хорошо. Денис, а вы можете сформулировать свое видение? Каких предпринимателей видите вы? Каков для вас образ современного российского предпринимателя? Вы знаете, я бы не хотел сейчас говорить об образе действующего российского предпринимателя, да, собирательном. Я бы хотел говорить об образе, каким, на мой взгляд, он должен быть. Ну, я повторю вопрос. Хочется ответить, ну, услышать все-таки ответ. Для вас сейчас, вот как вы видите, да, статус-кво. Понимаю, что важно, каким он будет, но важна же еще и отправная точка. Можете коротко? Окей, значит, я бы, я выписал, когда я готовился к сегодняшней дискуссии, я выписал пять основных качеств эффективного предпринимателя, то есть тех клиентов, с кем мы работаем. Это часть из них относится даже к первым двум сотням Forbes России, да, есть и малое предпринимательство, есть и среднее предпринимательство, но есть, так или иначе, успешных предпринимателей одни и те же характерные черты. Поэтому я бы перевел, и если бы, наверное, эти черты были у всех, то наша с коллегами работа, наверное, никому была не нужна, да. Но с учетом того, что нам этих черт, ну, в смысле, нам, как предпринимателей, этих черт не всегда хватает, то имеет смысл сказать об этом. Вот смотрите, первая черта – целеустремленность. Всегда ли мы целеустремленны? Я бы сказал, российские предприниматели не всегда целостны в достижении результата. Они принимают маятниковые решения, это мешает достижению результата. Второе – мы не командны, мы авторитарны преимущественно. Мы не открыты, мы достаточно жесткие, вот ставим свои точки зрения, негибкие восприятия. Мы зачастую не созидающие, ориентированы на потребление. И мы, к сожалению, не всегда прагматичны. Зачастую руководствуем больше эмоциями, нежели здравым смыслом, к сожалению. Поэтому вот то, что я сказал, это вот обе стороны медали, над которыми имеет смысл задуматься. Спасибо, спасибо. Спасибо. Антон, прошу, вот ваш образ самарских предпринимателей. Коллеги, еще раз приветствую. Антон Макаров, управляющий в G-консалтинг, ведущий бизнес-тренером. Ну, по поводу исследований, мне хочется отреагировать все-таки на самую большую цифру. 53% – это жажда наживы. На мой взгляд, это очень хорошо. Потому что я считаю, что задача предпринимателя, вот если убрать в сторону миссионерские, философские вещи, это все-таки зарабатывать деньги на свои идеи, то есть уметь ее капитализировать, делать это постоянно на каком-то системном уровне. Поэтому это говорит о том, что какой-то внутренний капиталистический движок у наших людей все-таки присутствует. По поводу того, каким должен быть предприниматель сегодня, опять же, по моим наблюдениям, по результатам общения с теми людьми, которые, собственно, являются в ситуации стартапа, либо в ситуации текущего бизнеса, большие проблемы, то есть сразу, да, мои наблюдения, нету кризиса идей. Идей очень много, вот, идеями люди фонтанируют, но проблема в том, что они не могут превратить это в работающий проект. Вот поэтому, на мой взгляд, современный предприниматель – это тот, кто владеет очень простыми, прошу прощения, книжными навыками операционного менеджмента. Вот это, на мой взгляд, не хватает современным предпринимателям, потому что момент появления идей и момент умирания этой идеи без заработка, то между этими точками проходит часто очень малое количество времени, поэтому вот как-то фокус внимания нужно в эту сторону смещать. Спасибо. То есть к вопросу, то есть фонтан идей большой, а вот операционная деятельность, вижу, у Дениса тоже есть мнение, но мы сначала соберем, да, коллег. Пожалуйста, Ильдар. Ильдар при этом, да, могу сказать, что он представитель как раз реального сектора, как говорят у нас, экономики, да, и поэтому у нас эксперт как раз с этой стороны. Совершенно верно, Андрей. Добрый день, коллеги. Я представляю общероссийскую общественную организацию «Деловая Россия». Вчера был юбилейный форум, десятый юбилейный форум в Москве, деловой России, куда приехал Владимир Владимирович Путин. Состоялась интересная дискуссия, и один из пунктов, который рассматривался, он привлек большее количество внимания, именно, а кто он предприниматель? Как воспринимает его общество? Как раз сегодня эта тема нашего доклада, она актуальна на всех уровнях. Так вот, как коллеги правильно заметили, у нас самое слабое место – это воплощение идей. То есть мы не обладаем технологиями достижения результата, результативности, то есть реализации идеи. Ведь в бизнесе на самом деле и качество предпринимателя, он будет успешен только тогда, когда он обладает тремя основными факторами успеха. Это идея, команда и социальная ответственность. Вот когда все третьи качества и характеристики воплощаются вместе, с пониманием цели, чего же достигает бизнес, вот я считаю, что это и есть тот самый успешный предприниматель. И как воспринимает его общество? На самом деле, на сегодняшний день мы видим срез. И, может быть, одной из целей поставить через социальную ответственность – перейти к тому, чтобы общество перешло к позитивной оценке работы предпринимателя. Что это не хапуга, что он не пойдет по головам для достижения цели, а что он будет делать это совместно с командой, обучая своих сотрудников и помогая ее родственникам, помогая всей системе, помогая всей стране и регионе. Спасибо большое. Ильдор, а можно еще, если говорить, сразу отвечая на вопрос, коротко, для вас образ предпринимателя сейчас – это тот, который не обладает этими тремя характеристиками, я просто все-таки хочу услышать, образ современного предпринимателя для вас – это кто в России? Хороший вопрос. Дело в том, что в жизни мне повезло. Я не столкнулся ни с одним хапугой, ни с одним непорядочным человеком в бизнесе. Вот повезло, по-другому не скажу. Поэтому моя характеристика – это человек, который сделал… Еще раз, бизнес можно разделить на сырьевой сектор и несырьевой сектор. С сырьевым сектором все понятно, деньги текут рекой. Успевай только инвестировать в новые проекты. Успевай договориться, чтобы они текли в твою сторону. Совершенно верно. Нужно сделать… Это отдельное качество – дружить с властью. И второй – несырьевой сектор экономики. Это те бизнесмены, которые реализовали свою идею. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу… Да, возвращаясь к нему, вот все равно, да, вы понимаете, что я все равно буду из вас просить. Хороший предприниматель – это тот, кто смог воплотить свою идею вместе с командой. Итак, для вас предприниматели – те, кто воплощают свои идеи с командами. И такие вот, сейчас он российский, современный предприниматель, он такой. Совершенно верно. Так вот, самое интересное, что после того, когда мы все по итогам вчерашнего форума «Деловой России» для себя сделали вывод, как здорово быть предпринимателем, потому что это люди, кто занимается медициной или производством оборудования для медицины, станкостроением. А сегодня в Фейсбуке я вижу отзывы людей на эти публикации. И знаете, какой отзыв? Это очередной мыльный пузырь, в который попали нерадивые товарищи, которые жаждут наживы. И они собрались вместе, чтобы уходить от налогов и не платить зарплату. Вот такой вывод. Причем написал журналист. Ну, это его мнение, оно может быть неправильным. Андрей, пожалуйста, коротко. Ваше представление современного предпринимателя. И я напомню, собираем еще мнение по поводу «Левадо-центра» и его вопрос. Добрый день, коллеги. Кичатов Андрей, партнер консалтсинг-компании «Симс Групп». Такое первое отношение к самому исследованию. Человек, который в активе больше 300 различных маркетинговых исследований, действительно поддерживает Дениса. Кто собирал, зачем собирал и какие выводы сделали. Кто электорат, кто целевая аудитория и так далее. Кто собирал, понятно, «Левадо-центр», у них есть, наверное, методика. Вы же понимаете, это все-таки серьезная организация. Серьезная организация, да. Но с какими целями, мы пока не знаем. По поводу 50% жадности, я поддержу другого коллегу, скажу, что это мало. 50% мало. Должно быть гораздо больше. Потому что даже в нашем гражданской кодексе сказано, что предприниматель ведет свою деятельность в цель излечения прибыли. Правда, свой страх и риск. Он несет ответственность за последствия. Это первый момент. Второй момент. Вот коллеги как-то не разделили. Я вот внес небольшой такой, может, суметь с одной, с другой, с другой, может, структурирую более. Кто такие предприниматели? Вот я сейчас разделяю их на, ну так, два больших кластера. Первый – это те, кто занимается стартапом. И действительно, у них есть проблемы реализации своих идей. У них нет кризиса идей, у них есть идеи хорошие. Но есть проблема управленческая. Ну, даже на три бы части поделил. То есть у них первая проблема – проблема управления финансов. Зачастую эти люди очень плохо справляются с этой ситуацией. Не умеют они делать. Вторая – проблема управления людьми. И самое главное, которое на стартапе проблем у них возникает, это проблема управления продажами. Это все, что касается стартапа. Но есть и другие предприниматели, которые уже как-то с финансами разобрались. У них финансово устойчивые. У них есть устойчивые продажи. С людьми как-то все хорошо. Но при этом у них как раз возникает кризис идей. То есть они уже достигли определенного потолка. Занимают достаточно жесткую позицию. Я построил этот бизнес, значит, мне никто ничего не может научить. Иначе они построили свой бизнес. То есть они становятся такими консервативными. То есть у этих много идей, а у этих идей нет. И поэтому у них кризис как раз идей. Вторая фаза наступает. Как бы всех соединить друг с другом. Так сразу хочется. Поэтому образы предпринимателей не разные. Спасибо. Коллеги, я попрошу. Вот кого вижу в лицо и кого знаю, сразу буду провоцировать на какое-то мнение. Вот так как уже заговорили о стартапах. У нас здесь присутствует руководитель сообщества «Стартап Самара» Сергей Богданов. Он как раз занимается тем, у кого много идей, много, соответственно, желаний. И как раз стартапы. Я сразу оговорюсь для всех телезрителей и так далее, что мы разделяем понятия между «молодой предприниматель» — это тот, который в возрасте молодом до 30 лет. Начинающий, тот, который до этого ничего не делал в предпринимательстве и только начал. И еще не прошло трех лет, пока он, это он начинающий. Вот больше трех лет занимаетесь, вы уже не начинающий. Вот, вы уже продолжающий, развивающийся и так далее. А вот стартап — это некая команда, когда у вас еще нету бизнеса, и вы не знаете, что это за бизнес. Вы ищете бизнес-модель. Это новый бизнес, его еще никто не делал. Не делал его так, как вы. Вы ищете бизнес-модель. И пока вы ищете вместе со своей командой, вы стартап. А как только нашли и запустили, пошли первые, вы уже перестали быть стартапом. Вы там начинающий, молодой, любой другой предприниматель. Вот, да. И Сергей с его командой «Стартап Самара» вот уже полтора года работает, работает с акселерационными программами. Сергей, вам слово. Вот «Левада-центр», современные предприниматели, действительно ли стартапы такие, вот они вот, у них все плохо. Ну, не все плохо, есть много задач. Спасибо, Андрей. Меня зовут Сергей Богданов, я руководитель регионального центра инноваций, и мы, по сути, занимаемся тем, что помогаем амбициозным и талантливым людям реализовывать их идеи, создавая такую благоприятную среду для предпринимательства и инноваций у нас здесь в регионе, в Самарской области. Уже Андрей вот сказал, что действительно, наверное, необходимо разделять стартапы, бизнес. Сейчас вот совсем недавно прочитал интересную статейку, где автор пишет, что у нас самый главный человек в ближайшие 10 лет – это будет стартапер. Почему? Ну, потому что, ну, стартап, во-первых, он чем отличается от бизнеса? Тем, что стартап делает что-то новое, делает абсолютно новую бизнес-модель. Сейчас в связи с тем, что интернет очень быстро развивается, практически все очень быстро меняется. Ну, уже, наверное, известно всем нам, что самый большой таксопарк, самая большая фирма по такси – это компания Uber, у которой нет ни одной машины в таксопарке. Ну, то есть сейчас даже такой есть термин «уберизация» всего. То есть можно сделать самую большую сеть по клинингу, по уборщицам, не имея ни одного человека у себя в штате персонала. То есть все очень быстро меняется, меняется все бизнес-модели. И, конечно же, вот этот вот вал того, что можно на чем заработать, он только растет. И действительно, вот эти вот ребята, которые запускают новые бизнесы, запускают новые стартапы – это будущее. Мы, собственно, делаем специальную программу для этих предпринимателей, технологических предпринимателей, стартаперов, по-разному их можно назвать. Называется эта программа акселерационной. Может быть, тоже пару слов скажу, почему акселерационная программа. Потому что процент успеха стартапов, он очень низкий. Обычно это примерно от 1 до 5% успеха, остальные все умирают. Потому что, действительно, дело очень сложное, дело новое, потому что, действительно, и опыта не так много. Поэтому во всем мире сейчас уже около тысячи этих акселераторов, начинает Y-Combinator, Techstars, 500 стартапсов и многие другие. И основная цель – сделать так, чтобы за короткий промежуток времени ребята или быстро вырастили проект, или наоборот его закрыли, или изменили, чтобы времени тратили. Короткий промежуток времени – это сколько? Примерно три месяца. То есть наша программа длятся три месяца. За вот эти три месяца, по воронке, если смотреть, у нас из 130 заявок мы отбираем примерно около 20 ребят. И из этих 20 примерно 5 человек доходят до финиша тех ребят, которых мы показываем уже инвесторам, которые привлекают на УСИС. То есть мы гарантируем, что действительно этот проект интересен инвесторам. И вот если, переходя к теме, кто такие современные стартапы и какой образ их? Я думаю, что на самом деле мало что изменилось с древних времен. Мое личное мнение, что мир меняют именно предприниматели, то есть политики могут менять границы, но все, что меняется вокруг нас, это меняют те люди, которые что-то придумывают и это внедряют. То есть, например, Стив Джобс, по сути, изменил мир, внедряя свои технологии, планшеты, айфоны и так далее. Собственно, я думаю, что предприниматель – это человек с амбициями. Тот человек, которого не устраивает, что у него есть, он хочет что-то делать другое, он хочет что-то внедрять. То есть это человек, которому есть… Сергей, я вот, извините, пожалуйста, все-таки, я понимаю, что вам хочется, каким вы их видите, какими они должны быть и так далее. А вот самарские, да, стартапы, да, российские, отечественные, вот сейчас они, статус-кво какой? Сергей, я вот по опыту общения могу сказать, что вот с амбициями все хорошо у тех ребят, которые проходят. Просто таких людей действительно мало. У нас очень много времени, предпринимательство было в АПАЛе, действительно просто не хватает вот этой вот экосистемы, не хватает поддержки. То есть, когда человек начинает что-то новое, вся семья ему говорит, ладно, что ты начал, иди лучше работать на госкорпорацию. Все вокруг делает так, что, по сути, руки опускаются. Действительно, вот наша задача, я еще раз повторю, создать такую экосистему, чтобы друг другу помогали, чтобы была система менторской поддержки. Я, наверное, измучиваю вас, но все-таки, Сергей, ответьте на вопрос. Для вас современный стартап – это что за люди? Ну, например, какой их возраст? Они работают, не работают? Они как бы тратят последние деньги, они живут в гараже, они живут на вилле. Вот кто эти люди? Нарисуйте нам этот образ. Вы же их всех знаете в лицо. Современный стартап – это человек, если брать именно нас, Россию, Самару, я думаю, что это человек от 25 до 35 лет, как правило, который уже поработал где-то. Как правило, это какая-то крупная IT-компания, потому что стартапы большинство именно в IT-сфере запускаются. И это человек, который уже имеет какое-то количество денег, какая-то подушка безопасности для того, чтобы заниматься своим стартапом. Спасибо большое. Коллеги, у кого еще мнение, образ, так, вижу, прошу, представляйтесь, будьте любезны. Добрый день, Рассухина Татьяна. В вашей терминологии продолжающий предприниматель. Возраст бизнесов от 20 до 3 лет, потому что разные бизнесы, руководитель группы компаний, их 5 штук в сфере медицины, туризма, недвижимости и торговли, бизнес-тренер и коуч. Отвечая на вопрос, сначала по опросу, абсолютно согласна, кого спрашивали, с какой целью спрашивали. Наверное, присутствуют все те качества, которые назвали однозначно, но это как любая медаль, в которой есть две стороны. Правильно? И говоря именно о стартапах и о бизнесах, о существующих, я по характеру проектный менеджер. Я с легкостью запускаю бизнес, я могу его организовать, продолжить, но вот дальше, чтобы это все существовало в течение 20 лет, мне лично скучно. Мне нужна команда, чтобы она дальше вела, чтобы она делала. Администраторы нужны? И не только администраторы, и продавцы. Ну, я имею в виду администраторы в широком смысле слова, да, человек, который администрирует бизнес-процессы. Ну, однозначно, что без руководителей этих компаний дальше движения не будет. Поэтому вот здесь, наверное, самая большая сложность, это как раз вот в этом, чтобы найти тех людей, которые также этим зажгутся, которые будут продолжать, которые будут это двигать, когда тебе самому, самой уже не хочется этим заниматься, а хочется двигаться дальше. Вы, отвечая на вопрос, может, вас переформулировать, скажите, правильно я вас понял или нет, что современный предприниматель тот, который не очень любит администрировать бизнес-процессы и делать это с постоянно растущим качеством и вот постоянно вот в слове делать не что-то новое, а вот продолжать. Я этого не говорила. Не говорили, так, скажите, как… Я сказала лично про себя, что я проектный бизнес, я не собирала образ предпринимателя. А у нас был вопрос про образ. Хорошо, если говорить про образ успешного предпринимателя, существующего, не в идеале, а существующего из практики по общению, да, кого я вижу. Я абсолютно согласна с теми качествами, которые перечисляли, да, он должен быть и сильным лидером, а это подразумевает индивидуальную работу, и таких людей очень много. И он должен уметь руководить командой, и эту команду мотивировать, иначе все загнется, собственно говоря. Татьяна, я… И таких людей много. Я понимаю. Это образ существующего предпринимателя. Ваш образ существующего предпринимателя. Это человек, который лидер. Вот современные российские предприниматели, это лидеры. Конечно. Как он будет вести свою жизнь? Я скажу, да, я вам верю. Спасибо. Соответственно, это лидер. Дальше, у него есть команда обязательно. Однозначно. Вот, и если вы скажите, вот примерно в вашем образе, сколько таких предпринимателей вот в вашем окружении? Много. Вот в количестве? Ну, 300. У меня нет статистик. Ну, вот так вот, вы можете сейчас вспомнить. Хорошо, из круга общения возьмем, да? Да. Ну, по той же Самаре, ну, пусть тысяча. Тысяча. Да. Спасибо. Коллеги, я знаю, что Денис хотел однозначно, пожалуйста, Денис, а потом Дмитрий. Да, коллеги, я просто хотел бы дополнить тоже коллегу. Мне кажется, лидер да, но, к сожалению, как показывает практика, в какой-то момент времени у предпринимателя его лидерский потенциал затухает. И вот здесь ему нужна помощь, как правило. У меня недавно был крупный проект в Москве, крупная федеральная переводческая компания, там собственник. Мы, он прошел тест на лидерство, Дениса Нижданова, у него оказалось ноль. Я говорю, Миша, твое Феррари 600 лошадиных сил не то, что едет со скоростью 30 км в час, оно вообще стоит в гараже. И вот когда он прошел мероприятие, он понял, на какую скорость он хочет выйти, как он может выйти. Я согласен, что он обладал и применял свои лидерские качества на моменте формирования компании. На моменте запуска. Да, на моменте запуска. И я бы, наверное, хотел бы последние два вопроса, их объединить немножко и свое мнение сказать. Первый был вопрос по поводу наших замечательных предпринимательских качеств, а второй вопрос связан со стартапами, почему они затухают. Вот если позволите, краткое мнение. Вы знаете, мне кажется, вся проблема российского бизнеса заключается в отсутствии золотой середины. Вот первый пример, как предприниматели, в том числе стартапы, строят бизнес неэффективно. Я это называю мягкое управление. Вы знаете, как был такой фильм «Старики-разбойники» в Советском Союзе. И там такая интересная история была. Если инкассатор не выбивал 5 очков из 10, его все равно оставляли на работе. Это мягкое управление. Второе, это супер жесткое управление. По принципу, если мы хотим, чтобы корова мало ела и много давала молока, значит ее нужно меньше кормить и больше доить. Поэтому, соответственно, бизнесы не всегда растут. Главное вовремя включить вот этот тумблер и найти золотую середину. И для стартапа, и для бизнеса, который в стадии развития. Спасибо. Спасибо большое. Да, можно сейчас мы Дмитрию дадим слово. Представляйтесь. Добрый день, Дмитрий Римман, бизнес-коуч, бизнес-тренер. Например, вы знаете, я, в общем-то, уже очень много сказано про образ российского предпринимателя. Я думаю, что все, что сказано, имеет место быть. Я хотел бы добавить еще одну очень важную черту. Мне кажется, что это самая важная черта. Всех российских и не только российских предпринимателей можно разделить на две большие группы. Те, которые имеют определенные ценности и понимают, ради чего они строят этот бизнес. Потому что, несмотря на то, что написано в гражданском кодексе, что бизнес делается ради прибыли, я думаю, тот же самый Стив Джобс, Ричард Брэнсон и любые другие известные предприниматели не делали бизнес ради денег. И, к сожалению, очень часто, особенно на региональном уровне, даже успешные предприниматели не могут ответить на вопрос, а ради чего они это делают. Они начинают отвечать на вопрос, ну как, ну деньги зарабатываем, да, там, что-то хорошее делаем. Но когда глубже начинаешь… Вы про промиссию, про ценности проведения. Именно ценность собственника, ценность предпринимателя. Вот как те предприниматели, у которых есть абсолютно четкое понимание собственной ценности, ради чего они строят этот бизнес. У них, как правило, есть и мотивация на то, чтобы стать более сильным управленцем, рождать более сильные идеи, строить команду и так далее. Но вот на сегодняшний день, мне кажется, что таких предпринимателей, если так в целом брать, процентов 30. А у 70% нет понимания ценности, нет понимания, ради чего они это делают. Спасибо большое. Вижу, что вы готовы включиться в дискуссию. Пожалуйста, сначала Ильдар, потом, соответственно, Андрей. Коллеги, ценность бизнеса, ее цели. Знаете, порой бизнес начинается с того, что предприниматель просто хочет прокормить свою семью. Вот я знаю множество примеров, когда нет лидера, есть просто желание заработать на хлеб с колбасой. Все. Это главная цель. Открывать совершенно монтажку, потому что оборудование стоит недорого. Какая цель у бизнеса? Где тут Стив Джобсон? Там не пахнет такими примерами. А вот потом, когда он понял, что это приносит доход, и когда он на свой скелет начинает, его скелет крепнет и начинает появляться мышечная масса, возникает философия. Философия бизнеса. И вот я не соглашусь с коллегами по поводу лидерства, я не соглашусь с коллегами по поводу... Мы, наоборот, отпугиваем людей. Тем самым нету никаких лидеров. Они становятся... И лидер бывает не человек, а команда. Вот вместе они лидеры. Рынка, лидеры, отраслевые лидеры, они вместе. А один человек, он ничего не сделает. Поэтому главное качество – это всего лишь желание. Желание изменить этот мир. Это главное качество предпринимателя. И если оно у вас есть, я считаю, что вы сделаете любое дело. Спасибо. Сейчас, подождите, сейчас я слышу. Андрей, потом вот у нас уже микрофон, и вижу. Ну, давайте вот тоже я отвечу вам. Это 30% людей, у которых есть цель, такая глобальная цель. Я такого лично не встречал. 400 компаний у меня в активе, моих партнеров. Ну, к сожалению, дай бог процентов 5. Вот более того, ну, например, как пример возьму, очень много работаю с медиками. Давайте там самый узкий сегмент возьмем. Это сегмент стоматологии. Как вы думаете, какая основная причина, почему люди открывают свой стоматологический кабинет? Потому что умеют и учились на стоматологию. Нет, потому что они хотят, чтобы ими кто-то управлял. В смысле? А вот так. Еще раз рассказывайте. Ну, просто я рядовой, ну, там, или не очень рядовой врач, я получаю доступ к клиентской базе, я ее тщательно записываю в свою маленькую тетрадочку, и потом говорю, а зачем мне делиться, первое, зачем мне делиться с каким-то там другим главным врачом, собственником, а, б, мне надоело, что этот собственник говорит, что мне делать. Очень этого не хочу. И тогда вот мой единственный посыл, пойти и открыть клинику. Не строят они каких-то там планов великих, не хотят они сформировать стандарты отрасли и внедрять какие-то новые продукты. Они хотят сами с собой управлять. Даже не сами с собой управлять, они хотят, чтобы ими никто не управлял. А, это другая тема. Это другая мотивация, абсолютно другая мотивация. Второе, я бы, коллеги, что еще бы, вот мы очень много говорим о российском предпринимательстве. Давайте так посмотрим на мир. Вот, очень хорошее, лет, по-моему, 20 уже назад, из Хаклдорона Диз выработала определенную модель, когда какие качества предприниматели нужны на разных этапах, да. И на этапе стартапа или еще даже и самой идеи одни качества нужны. Там, когда развивается бизнес по всей этой модели, там абсолютно другие. Или качества, или люди нужны разные. Вот. Но не может один человек обладать всеми набором этих качеств. Соответственно, ему нужны и другие. И вот я не знаю, как нас сама решат, мне коллега как-то прокомментирует это. Но вот я читал про венчурные компании в мире. Вот венчурные компании в 99,9% случаев отказывают стартаперов поддерживать, если он один. Только вдвоем, не менее чем вдвоем. Это так, да, у нас? Но вот коллега подтвердит разные цели, разные ценности, разные характеристики этого людей. Ну и, вы знаете, я тоже, как говорится, на правах, да, встраиваюсь сюда, да. На мой взгляд, вот потихонечку переходим к теме проблем. Я вижу у вас, я к тому, что вы все думали об этом, да. Мы поговорили про образ, а теперь с какими проблемами современные предприятия сталкиваются, да, идентификация проблем. Какие самые главные проблемы у них? Потому что, на наш взгляд, вот, и вот, когда переходя к проблемам и стартапам, что на разных этапах, на мой взгляд, вот, я тоже часто консультирую стартапы на разных, в разных регионах. Особенно сейчас модно это называемый Skype call, вот, и многие фаундеры, ну, те, которые вот учреждают, да, вот эти стартапы из научной среды, никак не могут понять, что на определенном этапе им важно продать свою какую-то бизнес-модель, свою, там, идею. Или запустить туда людей, которые будут менеджерами просто, да, вот отдать свою вот эту вот замечательную бизнес-идею, чтобы ее развивали другие. Вот, на мой взгляд, это вот такая самая серьезная проблема, здесь совершенно соглашусь, качества нужны другие, невозможно в себе очень быстро развить качество замечательного администратора. А времени на это нет. Бизнес развивается слишком быстро, если ты начинаешь себя развивать, ждать, бизнес-модель тебя ждать не будет, мир изменится, и все, короче, и венчурный фонд в тебя не вложится, да. Вот. Ну, завершая блок по образу и по Левадо-центру, жажда наживы, что вы думаете, пожалуйста, ваш комментарий. Представляйтесь. Семен Цирлин, бизнес-тренер, до последнего времени генеральный директор компании УСС Самара, крупнейшей дистрибуторской компании. Значит, я хочу вам сказать, что у меня перед глазами в течение 13 лет было примерно 900 партнеров. 900 партнеров, компаний, с которыми мы очень плотно сотрудничали. И я наблюдал бизнес этих компаний в развитии в течение довольно значительного периода времени. Значит, могу вам сказать, что из 900 компаний примерно половина – это в районе 1-1,5% объемов наших продаж. Представляете себе, 451-х – это 99%, и 452-х… В микрофон просто мы все записываем. 450 вторых компаний – значит, это 1% объема продаж. У меня не было необходимости даже запоминать фамилии генеральных директоров этих компаний, потому что они кипят, как рис в кастрюле. Всплывают, тонут, срок жизни этих компаний в среднем год-полтора. Поэтому статистика вот ровным счетом такова. То есть, другими словами, есть те, которые успешны, они большую долю рынка, а остальные – это вот такая вот… Нет, нет, нет. Давайте неуспешных компаний большинство. Эти компании рождаются, возникают, распадаются, снова соединяются. Полтора года примерно. Нет, до полутора лет. Ну, я говорю, за полтора года примерно рождаются или развиваются. Да, да. Мне приходилось наблюдать периодически оттуда, вот из этого кипящего Марио, всплывают компании, которые там проживают год, второй, третий, набирают объемы продаж и вырастают. Значит, проблемы, которые у них возникают, в первую очередь, они сначала не могут разобраться с идеями, потом они не могут разобраться с финансами, потом они не могут разобраться с управлением людьми. У меня есть такая поговорка, каждый основатель бизнеса имеет право бизнес построить, а потом его закопать. К сожалению, в Самаре и вообще в России ситуация выглядит ровно так, что предприниматель, основавший бизнес, дорастив его до определенного уровня, теряет рычаги управления в силу своей низкой управленческой квалификации. Как правило, большинство основателей успевать за развитием компаний не может. Извините, а можно вопрос о уточнении? 900 компаний, которые были вашими клиентами или ваши клиенты? Да, наши клиенты. Уважаемый коллега, у вас очень плохая статистика работы с клиентами, и здесь нечем гордиться. Я бы на вашем месте умолчал, потому что у бизнес-тренера, который ведет проекты, не должно быть такой статистики. Нет, секундочку. Статистика должна быть иной. Если вы занялись компанией, эти компании должны вырасти. Это мое глупое объяснение. Денис, я не про свою работу как бизнес-тренер. А я как раз про это. Люди были вашими клиентами и не умерли. Отделим мух от котлет. Давайте попробуем. Значит, в качестве бизнес-тренера я выступаю всего лишь второй месяц. До этого… Да, да. Это был круг его профессионального общения. Я был генеральным директором дистрибуторской компании. Окей, вопрос снимается. 900 клиентов в дистрибуторской компании. Понятно, вопрос понятен. Спасибо. Так вот, о том, что происходит. Бизнес дорастает до определенного уровня. Основателю нужно отпускать вожжи. Набирать реальную управленческую команду, передавать рычаги управления и передавать бизнес. 90% основателей бизнеса сделать это не в состоянии. Услышали тезис? Спасибо большое. И вот сейчас основная работа всех присутствующих – помочь им в этот момент. Спасибо. Переходим к теме самоидентификации проблем. Но перед этим я хочу сказать о том, что Денис Нежданов как раз предлагает, учредить такой приз за лучший вопрос, я правильно услышал. Поэтому книга от Дениса Нежданова ждет того, кто задаст либо лучший вопрос, либо даст лучший какой-то тезис. Из тех, кто… Все участвуют, правильно, Денис? Я тоже могу участвовать. Да, разумеется. Участвуют все, и это все-таки не за тезис, а все-таки за вопрос именно, который поддержит и простимулирует нашу дискуссию. Спасибо большое. Ильдар? Как я правильно понял, мы закрываем этот вопрос. Да, закрываем. Я хотел бы в заключение, чтобы… Мы же здесь собрались для диалога, правильно? Конечно. Давайте проголосуем, кто поддерживает данный срез Левада-центра. Вот мне просто хочется понять, в зале… Есть ли… А давайте вопрос просто более сформулируем. Кто согласен, что… Тезис Левада-центра, что жители, просто граждане России, вот так воспринимают предпринимателя. Ведь он же проводил опрос. Да, это жажда наживы, помните, про то, что там целеустремленность, не те самые средства, ну и так далее. Правильно я понимаю вопрос? Да, поднимите руку. Кто согласен с этими результатами, что они такие и правда, вот это правдоподобное, ну плюс-минус, конечно, да? Ну, есть в этом правда. Кто согласен? Поднимите руку. Что так отвечали? Что так отвечали, конечно. Мы же… Нет, ну мы же, подождите, мы же не будем говорить о том, что это же опрос, это Левада-центр, так воспринимают. Так ли на самом деле, это другой вопрос. Это тогда не Левада, не Клеваде-центр. Мне кажется, это вопрос интерпретации. Если мы спросим чиновников, они скажут, да, ребята уклоняются от налогов. Если мы спросим сотрудников, подчиненных, да, нам как-то платят не так или не за то, например. Если мы спросим бабушек в подъезде, которые вечно думают, что предприниматели, которые должны ремонтировать подъезды, их некачественно делают, у них будет своя точка зрения. Мне кажется, надо определиться, потому что есть у нашего, уважаемого коллеги Владимира Тарасова, технология переговорных поединков. Она помогает нам определить успех переговорщика или управленца в зависимости от того, какую роль он занимает. Давайте с ролью определимся. Как бизнес-тренеры мы оценим, как предприниматели, как собственники, или как представители государственной власти. Мы сейчас как консультанты, как эксперты, как бизнес-тренеры. Это важно. У нас так и называется передача глазами бизнес-тренера. Переходим к следующей части нашей дискуссии. Идентификация проблем. Итак, какие вы, на свой взгляд, как бизнес-тренеры, как федеральные эксперты, видите, какие проблемы на сегодняшний день здесь и сейчас у наших предпринимателей? Не те, кто хочет открыть, да? Неважно, на какой он стадии. Вот какие у них есть какие-то основные проблемы и так далее. Вот начнем, пожалуйста, с коллег. Представляйтесь. Подзорила Екатерина, бизнес-тренер, коучер, консультант и руководитель нескольких проектов собственных. Ну, опять же, если по стартаперам, как мне кажется, не хватает управленческих навыков. То есть есть какая-то идея, какой-то идеи они горят, но нет именно понимания, как управлять людьми, как собирать, как продавать, как продвигать свой продукт. И в этом здорово, что есть Центр развития предпринимательства и много других структур, которые помогают, обучают и развивают. И бизнес-инкубатор в том числе, который действительно помогает в этом предпринимательстве. По теме. Итак, первые управленческие навыки. Да, это самое главное, потому что если хорошие есть управленческие навыки, можно найти финансирование, можно найти команду, можно продвинуться. Это самое важное. Ага, спасибо. Еще, пожалуйста, собираем. Меня зовут Альбина Малицкая, я бизнес-тренер Центра кадрового консалтинга «Гелиос». И вот сейчас уже затрагивалась тема того, что любое качество, как достоинство, да, может нести какой-то недостаток с собой. И предприниматели – люди очень уверенные в себе, и они в жизни опираются в основном на себя. И то, что это дает им большие возможности, это дает им и некоторые ограничения. То есть они считают себя единственным экспертом во всем. И когда кто-то приходит, какой-то организационный консультант, тренер, для того, чтобы показать новые модели взаимодействия с людьми, да, чтобы получать новые идеи уже от людей, а не только генерировать свои, то даже пиарщики, которые предлагают какие-то образы новые, креативные, предприниматель считает себя как «я основал бизнес, я его создал, и поэтому действительно я доверяю только себе». И здесь он, являясь главным экспертом в своих глазах, очень часто отказывается от конструктивных и продуктивных идей, которые ему приносят. Если мы говорим про проблему, как бы вы ее сформулировали? У современных предпринимателей есть проблема невозможность делегирования, невозможность, недоверие к профессионалам другим, только себя. Да, он доверяет больше себе, и вот нет этой возможности доверять и своим сотрудникам, то есть очень часто жестко с ними обращается. Вопрос делегирования. И тренером, и консультантом. И он так ограничивает возможности. А можно ли сказать, что вообще у современных предпринимателей есть такое ощущение, что они не видят ценности или пока еще не понимают роль вот этих консультантов, роль внешних экспертов, и нет вот этой вот культуры нанимать консультанта, нанимать коуча и так далее, потому что вот нет этой доверия. Вот можно так сказать, что нет этой вот, ну, как раньше, да, говорят. Нет позитивного опыта. Да, вот поднимите, пожалуйста, руку, да, это я говорю, так, не нужно поднимать, да, что. Да, кто, у кого есть личный психолог, да, то есть все такие, ну, наверное, нет, да, там. Хотя, в общем, да, потихонечку идет эта культура о том, что это нормально, что-то произошло на работе не так, побежал к личному психологу, разобрался, все хорошо, следующий этап и так далее. Ведь у нас бизнес не бежит к личному консультанту, да, и вообще вот эта институция, она, я так понимаю, есть в этом проблема, согласитесь со мной? Да, я согласна, что в этом есть проблема. И еще как вот практикующий оргконсультант, я могу сказать, что зачастую в какой-то момент уже вынуждены к кому-то обратиться, но вот поздновато. И если бы они действительно опережали... И вот он наконец-то решил, но поздно. Да, опережали проблемы, да, опережали заранее, обращались, заранее консультировались, возможности были бы вот совсем другие. Спасибо большое. Так, собираем мнение. Там, там. Добрый день, Сергей Гардашников, бизнесмен, инвестор, член одного из самарских бизнес-клубов. Одного из, ну, скажите. Ну, я просто решил остаться без названий. Бизнес-клуб называется Выше Лига. Знакомый с таким, конечно. На мой взгляд, одна из основных проблем предпринимательства в России – это отсутствие класса предпринимателей. У нас есть два основных масса, скажем так, или массива. Первый класс – это предприниматели, которые зажигались достаточно давно, обладающие каким-то административным ресурсом. Можно их назвать крепкими производственниками. А второй класс – это молодые люди, имеющие доступ к финансовым ресурсам, ну, неважно каким путем, там, родители, либо что-то другое, которые не имеют соответствующего образования и как раз-таки под эту кипящую массу открывают цель основная. То есть не имея ни миссии компании, ни цели компании. Основная цель – это экономическая составляющая. И, соответственно, не получив соответствующее образование в процессе, я сейчас не говорю про экономические институты, на мой взгляд, это не очень достаточно, а именно самообразование. Проблема в том, что в России отсутствует ну, в очень малой доле присутствуют люди, которые бы имели возможность брать ответственность за других людей. То есть проблема не берут ответственность за других. Абсолютно верно. Это проблема именно образования. Поскольку большую часть времени сознательной жизни я прожил в Израиле и получил там, соответственно, свое образование, там есть очень интересный пример. Детям до пяти лет разрешается делать все, что угодно. То есть это культурный код такой, да? Делайте все, что угодно. То есть детям решают делать все. То есть они могут в прямом смысле там сидеть на бордюрах на улице, требовать, топать ногами. Абсолютно все. Что это дает? С одной стороны, ребенок ведет себя совершенно безобразно, по мнению окружающих, но с другой стороны, мы получаем людей с свободным мышлением. А здесь, в России, поскольку у нас предпринимательство... Все-таки мы стараемся ускоряться. Я правильно понимаю, что вторую проблему, о которой вы говорите, закрытость мышления. Абсолютно верно. Спасибо большое. Соответственно, как следствие этого, невозможность брать ответственность за других людей. Все. Это то есть причин не брать... Пожалуйста, еще здесь два коротко. Дальше. Да, но если коротко, тогда одну... Проблемы. На мой взгляд, да, большую проблему обозначу. Ну, если говорить про стартапы, Андрей делегировал мне эту тему. Наверное, на мой взгляд, самая большая проблема – это то, что у нас нету спроса на инновации, спроса на стартапы в конце воронки. То есть у нас вначале, на уровне идей, на уровне самого начала развития проектов очень много раздается государственных грантов, есть различные программы образовательные, а вот на выходе ничего нет. Ну, для примера, в Америке корпорация Google покупает по два стартапа в неделю. Это, соответственно, создает большой-большой интерес к стартапам со стороны венчурных капиталистов, которые вкладывают деньги и понимают, что на выходе кто-то у них купит. Сергей, я понял. У нас вопрос сформулирует. Не какая проблема сектора, не проблема… А вот у этих предпринимателей… Проблема предпринимателей… У них нет покупателя. Проблема предпринимателей – то, что у них нет покупателей, то, что у них нет возможности прилечь инвестиций, а инвестиции не могут прилечь, потому что у нас нет конкуренции. Потому что, по сути, крупные корпорации в России конкурируют за государственный бюджет, а не за то, чтобы стать лучшими в мире. Не могу не отреагировать, да, по поводу покупателей, Мне кажется, это проблема покупателей, что у них нет предпринимателей, которые готовы предложить то, что актуально рынку. Реально свежо, реально интересно, по разумным ценам и реально инфляционно привлекательно. Вы, наверное, немножко неправильно поняли. Я говорю не про покупателей проекта, а про продукт, а про покупателей стартапа. То есть, кто купит потом этот стартап в принципе, кто купит долю в стартапе или кто купит сам стартап. Вечный вопрос о том, чей интерес, как говорится. И вот проблема заключается в том, что в России, к сожалению, крупные корпорации, они, как я сказал, конкурируют в основном за государственный бюджет, не конкурируют между собой, по сути, за продукт и не выходят на глобальные рынки. Вот сколько у нас корпораций меняется глобальным? Ну, по сути, кроме Яндекса, наверное, никого нет. Поэтому только Яндекс покупают стартапы. Спасибо. Коротко ускоряемся. Проблемы. Мы собираем проблемы? Вижу. Буквально два слова. Мне кажется, что одной из главных проблем предпринимателей является восприятие себя как жертвы. Пока человек считает, что государство ему налоги слишком высокие, рынок труда слабый, нет людей, покупателей не те и так далее, успехов не будет. Спасибо. На всякий случай говорю о том, что мы все здесь очень грамотные, мы можем понимать сразу с первого слова, поэтому тезисно, пожалуйста, тезисно. Ага, сначала сюда. Здравствуйте. Елена Черноморецкая, бизнес-тренер. Дело в том, что вот слушаю, да, и понимаю, что те клиенты, в основном, с кем мне приходилось сталкиваться, они вообще немножко другого порядка. Они, знаете, они вышли из 90-х. Они тогда бизнес организовывали как самозанятость, потому что дефицит был просто рабочих мест, да, надо было как-то, ну, зарабатывать. Как-то надо дальше было жить. Да, и они не думали ни о миссии, ни о ценностях, да, они думали о том, чтобы действительно выжить, и то, что работы просто нет. Но сейчас они продолжают существовать. Есть такие предприниматели, я вот с ними, ну, в частности, как бы работаю, потому что это действительно сложно, да, потому что они действительно до сих пор не понимают, зачем эта миссия. И проблема в том, что они, в первую очередь, не ориентированы на людей, которые на них работают. Они по-прежнему себе зарабатывают деньги, не думая о том, кто рядом. И вот в этом проблема. И в частности в Самаре. То есть в других городах я еще видела как-то, ну, более-менее на людей ориентируются. На свою команду, на своих сотрудников об этом, да? Да, да, да. Все, услышали, мало ориентируются. Там пока Антон. Да, коллеги, я вот коротко, я бы проблематику предпринимателей тоже привязал бы к стадиям жизни, организации. Мне кажется, на стартапе классическом это зачастую проблема в формулировании этой идеи. Ну, потому что, мне кажется, классика венчурных фондов и их высказывания. Если ты не можешь представить свой концепт на салфетке и четко показать механизм работы, то с тобой разговаривать не будут. Ну, может быть, как-то чуть-чуть упрощена логика. Но, в общем и целом, интуитивное знание и сформулированная идея работающая, тоже две большие разницы и проблемы с формулированием. На этапе юности, наверное, проблема про то, что опускаются руки. Здесь я вот согласен с Дмитрием про статус жертвы, что толерантность низкая, а вызовы среды очень серьезные. И пробить эту историю, ну, надо быть очень таким стрессоустойчивым. Ну, прозрелась, я еще раз повторю идею, проблема с текущим менеджментом. Очень часто на финише проблематика, связанная с тем, что отпусти ты свою игрушку, передай ее грамотно кому-то, либо закрой эту тему и направь энергию в другое какое-то русло. То есть вот эта вот переключаемость, мне кажется, с этим… Антон, могу ли я развить вашу тему? Можно ли сформулировать о том, что наши предприниматели на сегодняшний день, современные, вообще боятся думать про конец бизнеса, ну, конкретного вот этого? То есть для них вот начало развития, да, более-менее понятно, а вот как это закрыть, продать, отдать, пустить того куда-то и так далее? Вот это такая темная область, такая черная дыра, в которую я думать не хочу, смотреть не буду или я вот неправильно понял мысль? Ну, Андрей, мутновато там с этим все. Мутновато. Да, предприниматели, это и есть проблема, и проблема поколенческая, потому что огромное количество состоявшихся людей в регионе, они, к сожалению, ну, это правда, не могут отдать этот бизнес. Интуитивно, точнее, по инерции они отдают его детям. Дети не готовы, не хотят, не способны. А приходящие люди не могут разделить культурно, ну, собственно, ценности создателей. И вот этот вот кризис Европы очень прошла давно и хорошо. У нас, наверное, с этим вот есть такая проблема. Я вижу, сейчас Андрей. Спасибо. Я в добавлении Антона скажу, вот вышла интересная статья года два назад, что бизнес становится бизнесом лишь тогда, когда он передан хотя бы два раза по наследству. Два раза, заметьте, даже не один раз, два раза по наследству. Все до этого либо это действительно самозанятость, как прозвучало слово, либо ремесло. Ремесло для конкретного человека. Человек уходит оттуда, бизнес через какое-то время падает и разрушается. Вот эта проблема, то, что предприниматели изначально не готовят себе преемника. То самое, да, мутновато, темно. Услышали. Да, преемственность. Преемственность нет ни в менеджменте, ни в своих деятях. Спасибо. Спасибо. Здесь мнение и дальше. Здравствуйте, коллеги. Я Дмитрий Сафин. Я эксперт по привлечению клиентов через интернет и обучаю других этому. И вот сегодня много услышал, много услышал про продукт, много услышал про программу, не услышал про продажи. Все-таки деньги – это кровь бизнеса. И без продаж… Коллеги, я услышал. Сформулируйте. Проблема предпринимателя. Проблема в том, что стартаперы не умеют продать изначально свой продукт. А его еще нет. Тем не менее, они про это не думают. Они думают про продукт, а не про продажи. А те, у кого уже есть бизнес, не умеют работать. Я не говорю, что совсем не умеют, но, может быть, неграмотно, некачественно работают с имеющейся клиентской базой. Понятно. Спасибо. Пожалуйста, здесь мнение. Вижу, там еще мнение. Последние два тезиса. Коллеги, я хотел уточнить. Антон сказал очень важную вещь по поводу передачи бизнеса, передачи управления, привлечения людей. На самом деле, вся проблема упирается в такую штуку, которая называется доверие. У нас в стране вообще нет культуры доверия. Культуры или способность, ну, как бы, чего нету все-таки? Мы изначально… Культура откуда возьмется? Ижененосительный… Поймите, что вот в Европе, да, когда ты начинаешь общаться с человеком, он изначально априори тебе доверяет. А у нас априори тебе не доверяют. Секундочку. И он перестает тебе доверять, когда ты сделал какую-нибудь гадость. Да? У нас культура доверия, она другая. Когда ты начинаешь общаться с человеком, он 90% российского населения тебе сначала не доверяет. Ты сначала докажи, что ты, в общем, ничего, нормальность, что с тобой можно разговаривать, что с тобой можно работать. И вы считаете, что это тезис? Это плохо. Это проблема наших очень большого количества вещей в нашем бизнесе. Спасибо большое. Еще здесь мнение вижу. Добрый день, коллеги. Меня зовут Ибрагимова Лариса. Я представляю город Сызрань, предприниматель. И являюсь членом Женщин деловых России по Волжью. У нас проблема с дамами такая. Мы хотим вырастить потомство новое, которое действительно предприниматели, с детского сада. У нас это не получается. Вот такая проблема. Подожди, давайте разберемся еще раз. Давайте. Так. У нас у женщин предпринимателей растет поколение. У кого-то детский сад 5-3 годика. У кого-то уже школа. Мы пытаемся прийти в группу. Мы как женщины предпринимателей хотим, чтобы у нас и дети были предпринимателями. Соответственно. Но не получается. Мы хотим их брать в деловые миссии, а мне отказывают. Говорят, что нет. Понимаете, что он там будет делать? Я все-таки обманным путем, скажу прямо, отвезла в том году, взяла с собой в Челябинск и Волгоград. У меня человек начинает в 6 лет день свой с миссии, с того, что он будет делать. Правда, план он пишет снизу наверх. Я спросила, почему. Он говорит, ты знаешь, ну мы же начинаем путь. Мы идем снизу и поднимаемся наверх свой день. И в конце мы с ним уже выстраиваем такую позицию, что у него было положительного, что у него было отрицательного. Вот я вас очень прошу, у нас есть такие дамы, которые хотят этим заняться. Поддержите, пожалуйста. Конечно, система сложна. Когда ты приходишь в детский сад, на тебя говорят, ты совсем как бы с такими понятиями пришла к нам сюда. В школу то же самое. Вот я уже вынуждена просто искать такую школу, где действительно мне не испортят ребенка. И разрешат вот так ему вольно, скажем так, общаться. Когда он приходит и говорит, привет преподавателю. А она так на него смотрит, а почему ты мне так говоришь? Ну что мы общаемся так. Добрый день, коллеги. Добрый день, подруги и друзья. Правда? Спасибо, услышали. Мне кажется, очень интересный момент у нас возник. Мне кажется, вот вы отзеркали левую сторону. У нас тут господа сказали, да, замечательную вещь. Проблема, предприниматель, жертва. У нас с другой стороны, поддержите нас, пожалуйста. Вот я вам совершенно искренне могу сказать. Я совершенно официально сейчас вас поддерживаю. Вам этого достаточно? Мне кажется, вы знаете, вот, Денис, если вы подарите нашей вот замечательному коллеге из Сызрани книжку, я думаю, вот я вот тоже поддержу вас и попрошу Дениса. Я готов над этим подумать. Давайте сейчас, может быть, чтобы, знаете, продать нужную же книжку. Давайте сейчас вот вручим. Окей, у меня две, на самом деле, книги, раз такая ситуация. Да, выберите одну. Я хотел бы вам предложить на выбор, да, отмышки Дениса Нежданова, либо безотказные продажи, либо переговоры без поражений. Вам ближе какая тема? Мне кажется, переговоры без поражений, мне кажется. Итак, переговоры без поражений Дениса Нежданова, опять шагов к убеждению, достаются у нас? Маме-предпринимателю. Достаются маме-предпринимателю. Ибрагимова Лариса, город Сызрани, получают книжку. Спасибо большое. И визитку передают. Коллеги, еще раз завершаем тему идентификации проблем предпринимателя. Мы назвали несколько их, хочу вам напомнить, это жертва, это кризис доверия, это кризис того, чтобы передать в несколько поколений, да, что бизнес это, да, когда он передан несколько раз, и это накопленные, накопленные, да, вот эта ценность, капитал, активный, ну, как говорится, материальные, нематериальные, да, вот эти все запасы, что называется, да. Вот, еще, коллеги, коротко прошу вас каждого добавить, и будем переходить к следующему такту. Можно только сначала, Ильдар? Да, у нас получается, что, вот, коллегу поддержил, он сказал про бизнес-образование, но никто больше не сказал о финансовой грамоте. На самом деле, вот, там в Москве крупные бизнесмены, они любят говорить доступ к источникам финансирования, государственной поддержкой. Меня так радует, что здесь это не звучит. Откровенно радует. Вот, мы говорим о чем-то таком, на самом деле, земном, духовном, а не о том, что просто о деньгах. Нужны деньги для бизнеса. Но деньги, и первым, и вторым, нужно иметь управлять. Как управлять? В зале я обычно задаю вопрос. Мы, поднимите руку, кто знает, что такое ликвидные активы? Прекрасно. Вы же, мы же здесь без предпринимателей, мы же какие-то, консультанты все, мы все все знаем. А теперь вопрос, еще простой, что такое ликвидность? Кто может сформулировать слово ликвидность? Да? Вот видите, всего лишь 5% от того, что... Да какие, ну что вы просчитаете? А что такое активы? Активы, кто знает, что это такое? Хорошо, вот давайте, женщины в синем. Что такое активы? Женщины, как вас и назвали, да. Что такое активы? Активы. 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 Да, девушка в сирене. Екатерина, девушка в сирене. Спасибо. Опять же, активы, если в бухгалтерской интерпретации. Ваши интерпретации. Ваши интерпретации. Ну, это имущество предприятия, с помощью которого он и может вести бизнес. Спасибо. А уже пассивы, источники, за счет чего образованы ты имущества? Отлично, хорошо. Ну, видите, да, то есть мы говорим терминами, мы говорим лидер, предприниматель, он говорит, у нас есть ликвидные активы, а понимания, что это такое, до конца нет. И вот первое, что у нас отсутствует, финансовые грамоты. И вот на что стоит детей обучать в первую очередь в школах, это финансовые грамоты. Кроме того, мы говорим, бизнес стоит 5 ебеда, а некоторые думают, что это матершинные слова. Конечно, конечно, ебеда растет, это правда, да. Должна расти, точнее. Спасибо большое. Коротко, еще одно, коротко, и переходим к следующим тактам. Вот я считаю, что очень большая проблема сейчас это кадры. И отсюда и проблема с управляемостью, потому что вот предпринимателю, все самые лучшие кадры идут в большие корпорации, а нам достается. А нам достается. Да, поэтому... И представьтесь, пожалуйста. Тарасова Светлана, предприниматель Самара. И поэтому предпринимателю низкая управляемость, ну, низкая вот управленческая компетенция, потому что им приходится из гарема делать армию. Вот отсюда. Спасибо. Это мнение коллеги. Мы сейчас, как говорится, уйдем в другую дискуссию, а нам нужно продвигаться по нашему плану, как говорят. План у нас выйти не только на том, что сказать, как все плохо, а, как говорил Чернышевский, задал правильный вопрос, что делать, да? Итак, пожалуйста, Андрей, ваш комментарий по проблеме и завершаем это так. Комментарий по проблеме очень простой. Я возвращаюсь своим тезисом, который сказал в первую часть нашего обсуждения. Первый, проблема с финансами, как коллега меня поддерживает, да? Я не умею управлять финансами. Второе, вернее, даже так, на стартапе не умею управлять продажами. Второе, не умею управлять финансами. Третье, не умею управлять людьми. Котел один. Я не понимаю, что такое лучшие сотрудники. Там много мест свободных, что ли, в этих корпорациях. Там уже все занято тоже. Котел один. Мы берем с рынка людей примерно одинаковых. А вот как мы им управляем, как мы их развиваем, это самое главное. Собственно, тут все наше бизнес-сообщество, наш клуб бизнес-тренеров на это направлено, на деятельность. На поднимание, обучение этих людей. Как это сделать? Как поднять их квалификацию? А еще мне такой вопрос хочется. Ведь часто, я понимаю, что мы сейчас обсуждаем предприятия, в основном без предпринимателей. Некоторые просочились. Это нормально. Мне, знаете, все время хочется сказать. Я не знаю, как мотивировать людей. В смысле, точнее так. Я доверяю зуб лечить только стоматологу, а разработать систему мотивации – это я сам. Я доверяю хорошую анестезию делать анестезиологу, а построить бизнес-модель – я лучше сам. И все такое. Конечно, предприятие многое, что должен сам. Ну, иначе, просто ему это больше всех должно быть нужно. Ну, я вот про проблему вот эту вот. Функциональной неграмотности. Вот я вычитал замечательный термин. Мы очень много, не только про финансовую безграмотность, но еще о функциональной безграмотности. Это очень большая проблема. Она много шире, как некоторые. Ну, а теперь переходим к теме «Что делать?». Я тоже некоторую затравку подготовил к теме «Что делать?». Тоже со стороны федеральных экспертов, тренеров, есть такой Игорь Ман. Наверняка вы знаете его. Он часто бывает в Самаре. На линии успеха тоже у нас был. А вот сейчас мы вместе с ним летели из замечательного города Астана. И вот я тоже задал вопрос. Говорю, у нас будет такая вот дискуссия. Игорь, вот скажите, что делать? Что бы вы сказали, что делать? Вот что сказал Игорь. Первое, что нужно сделать сейчас – понять. Ну, про кризис мы, конечно. Понять, где ваша отрасль, ну, условно говоря, падает она или растет. И где ваш бизнес, падает он или растет. Второй момент, ну, соответственно, определиться. Если и отрасль растет, и вы растете, дальше расти. Если вы, отрасль падает, вы растете, дальше расти. А если что-то из этого падает, то, соответственно, нужно дальше писать план. И более того, соответственно, план, ну, как бы тезис, да? И планы месячные он предлагает. То есть вот на месяц сделал гипотезу, буду делать вот так. Не получается, значит, нужно делать по-другому. Следующий план на месяц. Не получается следующий. И в данный момент важно не бояться что-то изменить или уйти с рынка. Не надо биться головой в одну и ту же стенку, говорит Игорь. Вот, коллеги, теперь вопрос к вам. Вот проблемы таких предпринимателей, которых мы писали. Теперь вопрос, как всегда. Какие есть инструменты для развития? Что вы посоветуете сейчас? Что растить? Что делать и так далее? Так, уважаемые тренеры, для предпринимателей, что делать? Вопрос от Чернышевского. Дмитрий Римман, пожалуйста, вам. Дмитрий Римман, вы знаете, у меня, как у коуча, очень простой ответ. Нет универсальных рецептов ни для кого. И единственный путь для предпринимателя – это самостоятельно оценить эту проблематику и найти этот путь. Вы меня извините, но я не верю в то, что кто-то со стороны даст предпринимателю какой-то рецепт, тем более какой-то универсальный рецепт. Поэтому у кого-то проблема в продажах, у кого-то проблема с самим собой как с собственником, у кого-то проблема в системе управления и так далее. Надо самому, может быть, с помощью каких-то профессионалов, понять вот это направление движения. Нет другого пути. Никто со стороны это не сделает. Другими словами, смотрите, вы идентифицировали некоторые проблемы предпринимателей. Вы же сами сказали, предприниматель – жертва, это его проблема. Вопрос, что делать? Вы говорите, пусть сам поймет, как что делать. К сожалению. Ну, коллеги, ну это пример. Пусть сам все сам сделает. Ну, отлично. Наш совет бизнес-тренера. К сожалению, пока человек сам не поймет, что его проблемы из-за того, что он себя воспринимает жертвой, что бы я ему ни говорил, не будет результата. То есть, условно говоря, вопрос признаться, да? Да. То есть, вопрос идентифицировать проблему и признаться, что она у тебя есть. Именно так. Как говорится, осознание проблемы, 50% ее решения. Главное слово – осознанность. Все, спасибо. Осознать. Еще. Пожалуйста, у коллеги, вы же понимаете, вам специальные слова, обязательно я дам. Делина, членом это бизнес-тренер. Вот я уже говорила, да, что проблема в том, что нет ориентированности на персонал. Мне кажется, как раз поиски, они там же. Надо повернуться к своим людям и с ними, собственно, да, и решить вот этот вопрос, что же нам делать дальше. То есть, просто, как говорится, обличь своих же сотрудников, не самому, как говорится, пытаться, хотел сказать, другое слово, вот, пыжиться. Да? Ну, то есть, не самому только одному работать, а просто развернуться лицом к своим сотрудникам и сказать, давайте вместе будем думать. Вы знаете, просто вспоминаю сразу пример. Например, если кто читал, вот есть такой замечательный автор, он тоже бизнес-тренер, Клаус Кабьел, да, вот у него в книге «Искренный сервис» очень хороший пример управленческий, как работать с командами, да, там, в принципе, два там у него, да, спасти принцессу и убить дракона. То есть, спасти принцессу, вот когда кризис, и убить дракона, это когда, ну, грозит стагнация. И всегда эти два приема, они работают только тогда, когда вот с командой. И он всегда работал со своими людьми, он никогда не решал ни за кого никакие проблемы, да, то есть, он к ним обращался, к своему персоналу, да, ну, в первую очередь к управленческой команде, и они всегда находили способы. И они решали сократить персонал, например, да, или, наоборот, сократить зарплату, оставить количество людей и так далее. То есть, все проблемы решались, и только благодаря тому, что, вот, действительно, мнение было интересным. Итак, значит, первый у нас сценарий – это осознанное понимание своих проблем. Второе – свои проблемы решать не только самому, а со своей командой. Ну, первое, я как орг-консультант все-таки верю в какое-то могущество, да, орг-консультантов, поскольку, если нужно быстро вывести бизнес из кризиса, если он там действительно уже сидит и запает, то хорошие консультанты могут это сделать, могут научить, показать, построить бизнес-процессы. Это вот один из вариантов. Следующий вариант – это беспроигрышный всегда не только во время кризиса, это работа над лояльностью. Ну, поскольку я сервисник, у меня очень многие проекты это сервисные, для нас кризис, ну, мало обойдет страну, если мы будем любить, уважать своих покупателей и своих потребителей. Вот, это работа над лояльностью, над внутренней и над внешней. Я понял, то есть, ваш совет, что делать, да, заниматься программами лояльности и любить своего клиента. Да, да. А еще следующий момент у очень многих клиентов, по Самаре тоже это честно наблюдается, не развита интернет-коммуникация. То есть, да, у многих есть сайты, но сайты, как правило, не все они продающие, то есть, очень много непродающих элементов, не все представлены в соцсетях, а сейчас очень большой трафик, то есть, внутренне и внешне идет именно через интернет-коммуникации. Все, услышали, услышали. Коллеги, мы собираем еще раз, смотрите, давайте мы тоже последовательно будем, да, мы сформулировали некоторый, сейчас, Антон, да, мы сформулировали некоторый образ предпринимателя, мы сформулировали, что у него есть такие проблемы, теперь следующее, ну, как всегда, советы, варианты, инструменты, да, для развития. Я скажу очень банальную вещь, надо учиться. Так может, она самая главная. Да, надо учиться, надо, потому что форматы, на самом деле, они, по крайней мере, в руках консультантов и тренеров, они ограничены, все известны, все мы их используем, там, начиная от классических тренингов, заканчивая, там, сложнейшими формами бизнес-симуляции, коучинга и так далее. Но я бы все-таки добавил, что ключевым инструментом это является добавление селф-практик, ну, потому что, к сожалению, могу констатировать, как тренер, что то, что происходит после двух дней тренинга, вне зависимости от твоей экспертизы. То есть, условно говоря… Поддерживаю паузу, каждый достроит этот смысл, я думаю, вы, как профессионал, меня понимаете. То есть, заказчик хочет, ну, допустим, переключать в свою позицию, чтобы у персонала, которому ты даешь услугу, реально что-то поменялось. Но для того, чтобы у него поменялось, ну, доказано, меняется у тех компаний, которые каким-то образом запускают… Постренинговое сопровождение. Вопрос с кем, это уже, ну, другой вопрос, там, с консультантами. Но хотелось бы, чтобы все-таки зарядку делал ты самостоятельно. Вот, и мы сейчас прям, ну, еще последнее добавлю, что выступаем все-таки за комплексные проекты. И очень здорово, если предприниматель раскладывает в голове эти инструменты. То есть, к консультанту ты обращайся, это очень важно. Но помни, что 90% успеха лежит в зоне селф-практик. То есть, ты, ну, короче, сам должен себя потом… Услышали, ваш совет, да? Я здесь добавлю о том, что последнее вот исследование, мы просто тоже тренинговые кампании проводили, да, о том, что посттренинговое сопровождение, опять же, со стороны тренера, опять не работает. Вот, ну, как бы все заказчики недовольны, нет ни одного довольного заказчика, ну, 100%, что вот так хорошо нас посттренинговые сопроводили. Опять, Андрей, к вопросу, кто и кого спрашивал. Нет, я, да, естественно. Я же, вы же понимаете все эти относительные фразы, конечно, конечно. Я просто к тому, что действительно вот этот вот мячик на стороне заказчика тоже должен быть, да, к тому, что на стороне предпринимателя, да, то есть, это же как вариант, на тебе бизнес-тренер задачку, реши мне ее, и все. А вот мячик на стороне заказчика, что я должен как-то перестроиться, не всегда. Вот. И хочу вот, чтобы мы тоже отнеслись, сейчас модная тема игрофикация. Вот у нас сейчас там проходит, там, деловая игра в шатре для, да, в сфере агробизнеса, большая такая вот игра, игрофикация. Поэтому тоже хочу как раз к вопросу о селф-практиках и так далее, тоже, может быть, коллеги выскажутся. Итак, продолжаем собирать разные рецепты, какие есть инструменты для развития. Пожалуйста, сначала сюда, потом Сергей. Вот здесь микрофон, микрофон, вот, пожалуйста, вам слово. Ну, я не по рецептам, да, я по предыдущей тематике хотел. Не, мы сейчас на рецептах. Давайте. Я не потому, что я никого-то не люблю, но, коллеги, вы же понимаете, формат есть формат. Коллеги, у нас, по-моему, так вот, мы немножко узко воспринимаем вопрос инструментов. Понятно, что как тренера мы знаем, чего рассказать предпринимателям. Или тренеры, да. Да, тренера, консультанты и так далее. У мое представление, немножко проблем вернусь, у предпринимателей две проблемы. Первое, белое пятно, они не знают, что им это надо. Но это вопрос наших с вами продаж. А второй вопрос, у них денег нет. И у меня есть ощущение, что есть определенный сейчас госзаказ на бесплатное здравоохранение для предпринимателей. Как их научить за бесплатно? Они нас не нанимают ни потому, что они даже не знают чего. Они нам не верят, как врачам, с одной стороны. Во-вторых, ну, у стартапа просто нет денег. Вот у нас с Андреем, например, Sims Consulting Group, извините, я не представился, да. У нас очень такое популярное обсуждение идет, венчурный консультант. Платить нечем, и ты как венчурный капиталист работаешь с предпринимателем на будущее. Спасибо. Подождите, верните микрофон. Я же не отстану. Давайте сформулируем. Все-таки, не понимаю, инструмент для развития какой? Что нужно сделать? Чего? Что, не платить? Не понимаю. Это тоже инструмент для развития. Где ему денег взять на наши тренинги? Так, подождите. И какой совет предпринимателю? Что делать-то? Мы бизнес-тренинг даем совет. Он говорит, совет в чем? Найди бесплатно обучение. А что, нет таких книжек? Маркетинг без бюджета? Так я же не к тому, что я сомневаюсь. Я правильно вас услышал. Совет в том, что сейчас есть большие возможности обучиться бесплатно и найти себе бесплатных консультантов. Пользуйтесь этим. Так? Ну, я вот не склонен таких советов давать. Вот в медицине есть шутка, да? Здравствуйте, бесплатный доктор. Здравствуйте, неизлечимый больной пациент. Да, да, да. Все понятно. Так, хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста, еще, Сергей. Наверное, прозвучал все-таки такой вопрос, я вам хочу сказать. Вот сегодня и в Сызране в пятницу мы бесплатно будем слушать тренеров. Мы на самом деле, может быть, не готовы сейчас платить, но государство оказывает поддержки. Окажетесь вы в этих программах, это уже ваш личная качество. Так, значит, все-таки к вопросу об инструментах развития. Значит, пожалуйста, Татьяна. Ну, относительно, вот я просто вас слушаю, хочу сказать. Почему, может быть, мы не совсем любим вас и не совсем приглашаем? Потому что... Нет, ну, честно... Да, да, да. Хорошо, давайте ответ дам. Мы хотели без вас это обсудить, но ничего. Из той же деловой... Ну, может быть, вам будет понятно. Из той же деловой миссии, да? Руководитель этой миссии сказал, что ты учишься, зачем ты туда ходишь? Они же теоретики. Они вообще в практике ни разу не были никогда. Они же нюхать-то не нюхали производство-то, да? Скажу так, заканчивая обучаться по программе президента в мире, я применила несколько практик на своей практике, то, что мне давали наши преподаватели, но действительно я потеряла одного клиента, потому что я посчитала по формуле, выгодно мне или не выгодно, и забыла о том, что есть личные качества. А личные качества играют все, как бы я ни училась. Валерий, позвольте вам возразиться по поводу практиков. Член Совета директора двух компаний, директор по маркс-стратегическому развитию нескольких компаний, собственник собственного бизнеса, мой партнер, у него было четыре бизнеса, и на сегодняшний момент мы такие же предприниматели, как и вы. Мы практики, извините. Нет, это же не вопрос, сток-сток. Я не хочу сейчас, все, спасибо большое, аплодисменты всем. Я просто к тому, что давайте выдерживать формат, я за ним слежу, это моя роль. Значит, формат такой, мы говорим о сценариях развития, инструментах развития, да, Сергей? Мы сегодня уже несколько раз говорили, вспоминали про амбиции. Вот мы в своей акселерационной программе всегда работаем с стартапами и настраиваем их на глобальные рынки. То есть, мне кажется, что вот нашим российским предпринимателям еще не хватает этих вот глобальных амбиций, чтобы изначально думать о глобальных рынках, не только на Россию. У нас российский рынок немножко опасен, потому что он достаточно велик, чтобы начинать, но все равно недостаточно велик, чтобы сделать что-то глобальное. И, соответственно, для того, чтобы это сделать, наш совет, как можно больше окружать себя теми людьми, которые потянут вас наверх, соответственно, есть такая, да, поговорка, окружайся с такими, потому что остальные тянут вниз. То есть, соответственно, принимать часть во всяких акселерационных программах, окружать себя бизнес-тренерами, общаться с венчурными капиталистами, то есть для того, чтобы сделать свой, действительно, проект глобальным. И второй совет. Есть такое известное изречение Стивы Бланка, известного миллиардера американского. Что такое, какие у него три секрета успеха? Ну, во-первых, мы все знаем, да, что предприниматель – это первое, самое главное его слово, предприниматель – действовать. То есть, он говорит, первое – это делать, второе – делать простые вещи, третье – делать простые вещи, правильно. То есть, вот наш совет именно такой. Ага, спасибо большое. Комментарь от Дениса сначала. Уже, мои коллеги, вот я сейчас подумал, и мне сформулировалось, хотелось бы, два тезиса. Что бы я делал, да, или даже что я делал в период кризисов, которые были в моих бизнесах, я так полагаю, что так или иначе будут, потому что для меня это кризис – это никогда нечего есть, а кризис – это когда твои результаты тебя не удовлетворяют. И он может возникнуть в любой момент времени, только в бизнесе, но и в личной жизни, я не знаю, в науке, и многие моменты. И многие кризисы дают нам вырасти, да. Как говорится, кризис – это такая ситуация, которая выявит то, чего не нашли аудиторы. Есть такая хорошая шутка. Что касается рецепта, из того, что вот сейчас я услышал, я увидел несколько ключевых моментов, которые, ну, чем я руководствуюсь. Первое – чему я учусь. Каждый день продолжаю учиться, я бы учился цели-достижению. Это актуально всегда, на все случаи жизни. Я бы учился индивидуальному, личному цели-достижению. То есть мы говорим не о цели-полагании, а о цели-достижении. Цели-достижении, абсолютно верно. Я тренирую этому, моя команда этому тренирует, и я постоянно этому учусь, поверьте мне. Это первое. Второе – учиться командному цели-достижению. Это вторая ступень, второй уровень. Не менее, а может быть и более важный. Ну и третий очень важный момент. Вот сегодня, уважаемая коллега, вот Лариса, которая получила замечательную книгу, сказал замечательную вещь. Личность строит место в истории, что ли, во многом. Я с Ларисой абсолютно согласен. Единственное, у меня тоже есть небольшое напутствие. Ну я так взял вас под крыло, раз уж так получилось. Лариса, два момента есть. Первый, основной. Третий – я бы учился целостности. Себя учился, ну я в смысле учил бы себя, учил бы свою команду. Что такое целостность? Это говорить, думать и делать одно и то же. У нас с этим проблема. Мы курим и говорим ребенку, что курить вредно. Мы опаздываем на работу и штрафуем за то, что люди опаздывают. Мы ходим в джинсах и требуем, чтобы все ходили в галстуках. Вот знаете, самое важное свойство, тезис возник, хороший очень ответ на вопрос. Как некоторые, знаете, обращаются в топ-менеджеры. Как со своих топ-менеджеров, руководители холдингов меня спрашивают, снять корону? Я говорю, очень простой рецепт. Не носить ее самому. Поэтому вот все вокруг этого. Что касается моей такой профессиональной опеки. Ларис, я прошу прощения, что при всех не могу удержаться. Замечательная визитка с одной стороны. Ведь если вы ее напечатали, вы посчитали ее замечательной. Здесь есть замечательные вещи. То есть вы позиционируете и продаете при помощи визитки услуги. И тут написано, коллеги, печатаем все. Сувенирная продукция, Ибрагимова Лариса, все остальное не буду озвучивать. Лариса, я сейчас в этой визитке вижу возможность советской типографии 1954 года. Понимаете? Вот я бы сделал такую вещь, чтобы здесь было и в золоте, и в картоне, и на бумаге. Чтобы человек, взяв эту визитку, понял, что вы реально печатаете все. А не по образцу типографии 1954 года. Будьте целостны. Спасибо. Это к вопросу о ценности, не к вопросу ваших визиток. Значит, здесь, пожалуйста, тезис и Максим еще. Татьяна Рассохина, руководитель группы компании и бизнес-тренер. Я могу поделиться в данном случае опытом предпринимательским, как мы выходили во все последние кризисы. Значит, один из бизнесов – туризм. Все вы знаете, что было с туризмом в прошлом году? Чуть-чуть микрофончик ближе к себе. То есть, когда было все сложно, и когда клиенты не знали вообще ехать им отдыхать за границу, что делать с курсом евро и так далее. И когда стали закрываться очень большое количество компаний, мы стали обучаться. Обучаться всем новым методам. В принципе, то, что коллеги говорили, но это конкретно в специфике именно у этой отрасли. То есть, все какие методы мы можем взять новые на вооружение, все, что мы используем, все, что мы не используем и так далее. И я с ними, в том числе, обучалась и, соответственно, все сотрудники, начиная там с руководителя компаний и дальше. То есть, условно, когда вы понимаете, уперлись в какой-то кризис, просто начните учиться, вкладываться. Мы стали искать другие возможности, что здесь мы еще не используем. Если потеряли мы часть клиентов, которые по своим финансовому статусу не смогли дальше ездить, отдыхать за границу. Все же понимают. Хорошо, спасибо. Второй момент. Другая компания. Торговля. Стали искать новые способы. Что еще можно сделать? То, что мы сейчас не используем. Перерывать все, смотреть, какие варианты. Здорово сработало. Спасибо. И третий момент. У меня есть вопрос. Просили вопрос. Да, вопрос. С точки зрения проблем. Я не выступала, хочу озвучить. То есть, первый момент, это то, что те, кто выходцы с 90-х, абсолютно согласны, не хватает у многих моих клиентов, уже как бизнес-консультант, говорю, не хватает бизнес-образования. Какие-то простые вещи только интуитивно делают. Второй же момент, что те, кто сейчас заканчивает наши экономические вузы, они боятся быть предпринимателями. По многим ситуациям и вопросам, как мы уже обсуждали. Поэтому вопрос, как их замотивировать, чтобы у нас действительно вырос новый пласт предпринимателей, что мы можем сделать с вами как бизнес-консультант. Спасибо большое. Как замотивировать на предпринимательство? Слышали еще Максим? Добрый день, коллеги. Канухин Максим, предпринимательный консультант. Хочу вот о чем сказать. Когда у компании возникает проблема, сейчас кризис, да, у многих компаний проблемы, что она делает всегда? Она проводит изменения. Какие изменения проводить в компании? Это уже задача, скажем так, и владельцев компании, и внешних консультантов, если это нужно. Другой момент. Почему бизнес не хочет привлекать консультантов? Да все очень просто. У нас рынок абсолютно неуправляемый. Он не сертифицирован ничем. Консультант продает себя так, как сам может. У нас нет ни одного литинзионного продукта, по сути, чтобы мы могли хоть как-то доказать, что мы профессионал своего дела. А можно спросить, а кто-то лицензировал свои какие-то программы? Кто-то авторское, патентное право что-то. Да, но есть, видите, Максим? Нет, я имею в виду, как бы не это. Я имею в виду какую-нибудь саморегулированную организацию, которая могла бы регулировать этот процесс. Как делают другие предприниматели в иных сферах, например, недвижимость. И касательно изменений. Компания может проводить изменения за счет внутренних ресурсов. Самое главное – обнаружить, какие, куда ресурсы, куда использовать. Основная задача руководства компании и предпринимателей, и хозяйственников, и так далее – это, собственно, правильное распределение ресурсов. Как человеческих, так и нечеловеческих ресурсов. Поэтому вот такой рецепт. Спасибо, коллеги. Держу тайминг и время, поэтому, значит, прошу наших консультантов тоже, гостей, выступить коротко на какие инструменты развития проблемы вы слышите. И вот ответить на эти два вопроса. Как мотивировать на предпринимательство и нужны ли бизнес-тренерам СРО? Ну, обязательные или необязательные, как ваше мнение? Вы знаете, вот только что сказали про ресурсы. Дело в том, что в условиях кризиса мы не используем тот самый главный ресурс, который у всех у нас есть. Это наше знание, умение. И самое главное – умение это капитализировать. Приведу пример не из бизнес-тренеров, а из обычной компании. Два примера. Компания «Стартап». Ученые в Уфе разработали оборудование, которое ультразвуком очищает стенки лопатки насосов нефтяного. Вот этот нефтяной насос – это проблема для нефтяной компании. Его нужно раз в месяц поднять и очистить от отложений серы и парафина. Ученые разработали оборудование, которое три месяца позволяет не доставать насос. Все прекрасно. Ученые должны быть богатые. Нефтяные компании должны быть еще богаче. Но они не могут найти контакт. Предприниматель покупает эту компанию за 3 миллиона рублей. Ученые счастливы. Что делает предприниматель? Он идет в нефтяные компании для того, чтобы проводить испытания. Доказывает нефтяным компаниям, что это важно, что это работает. Я ему говорю – обязательно оцени свои интеллектуальные права. Сколько они стоят? Он говорит – я не знаю. Они будут стоить ровно столько, сколько ты получишь доход в ближайшие 5 лет. Это будущие денежные потоки. У нас законодательство позволяет это оценивать. Он использовал этот механизм. Он говорит – нет, я на IPO не собираюсь. И пошел дальше. Через полгода он получил предварительное соглашение с Лукойлом на покупку 40 изделий. Это хорошие деньги. С Ростнефтью. В Самаре, кстати. И так далее. С многими нефтегазовыми компаниями. И все сказали – мы хотим твое оборудование. А предприятие, которое производит насосы, на которых производились испытания, пришло к нашему уважаемому клиенту и сказало – я хочу купить твой бизнес. Сколько он стоит? И он не смог ответить на этот вопрос сразу. Но он подумал, через 5 минут ответил – 100 миллионов рублей. Он говорит – замечательно. Хорошая цена. Мы готовы за нее заплатить, если мы, наш инвесткомитет в Москве, подтвердит твою стоимость. Отправь, пожалуйста, свой бухгалтерский баланс в Москву. И мы посмотрим, сколько ты стоишь. А там 3 миллиона рублей. Уставный капитал и стоимость нематериального актива. Так вот, за счет того, что этот нематериальный актив можно переоценить, наш капитал, который мы уже владеем, вложили кучу денег, но только не имеем справедливой стоимости, переоценили патенты, поставили на баланс эту переоценку. И бизнес был продан, 10% доли бизнеса было продано за 30 миллионов рублей. Отлично. Второй пример – это же предприниматель. Едет в Нижневарск, он берет меня в качестве переговорщика с нефтеканадской компанией. Прекрасная возможность, кризис, всегда возможность. Компания канадская обладает технологией, мы как бы нефть качаем. Бурим скважину, ставим вышку и развязку трубопроводов, плюс емкости. У них не так. Одна скважина и куча маленьких дырочек из этой скважины, скажем так. Они уходят в разные пласты. Технологий в России практически нет. Нефтяная компания готова продать за бесценных по цене активов, по остаточной стоимости активов. Так было заявлено в меморандуме. Мы едем, потираем руки и понимаем, что стоимость активов 50 миллионов рублей. Он может себе позволить. Приезжаем, открываем управленческий баланс. Знаете, что там стоит? 200 миллионов рублей. Откуда цифра взялась? Активы по справедливой стоимости оценены. Интеллектуальная собственность стоит по рыночной стоимости. Сколько бы если купить эту технологию? А ключевое? People. Миллион шестьсот долларов. Я задаю вопрос. Это торговля людьми? Он говорит, вы неправильно меня поняли. 40 человек за 40 тысяч долларов. Эти люди обучались в Канаде. Они прекрасно знают английский язык. Они знают оборудование. Человеческий капитал. Это знают оборудование и софт конкурентов. Они готовы завтра бригадами выходить на участки. Где вы найдете таких людей? И это стоит в балансе. Это то, что в западных компаниях повышает капитализацию в разы бизнеса. Это то, о чем привлекают деньги. Инвесторы платят больше. Так вот, в кризис очень важно оценить свой интеллектуальный капитал. У каждой компании есть технология. В челях рекламы. У нас будет семинар. Я буду вести, буду говорить именно об этом. Если кому-то интересно, приходите. Спасибо большое. Пожалуйста. Не буду я оригинален. Мы говорим о кризисе. Ну, давайте я приведу пример. Очень хорошая книга есть Джима Коллинза. У него несколько книг хороших. От хороших к великому Косам и знаменитых. Это одна из последних книг, которую он написал. Называется «Великий по собственному выбору». Там всего три простых рецепта. Первое. Это креативность. Это те самые идеи. Придумывать идеи. Разрабатывайте их. И будьте регулярно на волне. Второе. Это паранойя. Мы в кризис начинаем вступать, как неожиданно. Ой, кризис. Есть хорошая другая книга, как компания Intel чуть не стала банкротом. Называется «Выживают только паранойки». Живите так, как будто на вас постоянно нападает. Живите так, как будто постоянно идет кризис. И тогда у вас будут идеи. Не будет проблем идей. И третье, о чем говорил коллега Денис, правда другие слова используют, смысл тот же самый. Это фанатичная дисциплина. Дисциплина исполнения. Снимите с себя корону. Двигайтесь вперед. Не думайте, что вы всего достигли. Чего вы достигли? Взяли себя в руки и пошли дальше делать. Вот и весь рецепт. Спасибо. Пожалуйста. Я бы еще хотела один рецепт предложить для наших предпринимателей. На всякий случай. Записываем. Альвина Малицкая, бизнес-тренер. От коллеги прозвучала такая фраза, что лучший персонал уходит работать в очень статусные, крупные корпорации. И я бы хотела сказать о том, что мы работаем всегда с теми, кто есть. И теперь, когда есть кадровый голод, и мы все его почувствовали, даже несмотря на кризис, он продолжает усиливаться. И стоимость труда будет расти в ближайшие годы. В общем, она будет расти всегда. И выход, и рецепт – это научиться работать с тем, кто у тебя есть. И сразу иметь в виду, что завтра будет хуже. Завтра придут люди с худшим уровнем образования, как заметили предприниматели и работодатели. И дальше они будут стоить еще дороже. И научиться создавать необходимые компетенции внутри фирмы. Научиться работать и объяснять тем, кто не сразу понимает. С теми, кто медленно обучается, кто еще не приучен к дисциплине. То есть создавать тех людей, которые тебе нужны, у себя в бизнесе. Это некая такая вертикальная интеграция, как ее можно в кавычках назвать. Я думаю, что это хороший выход и большое конкурентное преимущество в работе, в битве за рентабельность. Да, вы знаете, есть такая еще фраза, вот ее, я не знаю, помню, Игорь говорил, да, что я боюсь, что если я своих научу, но они научатся и уйдут. Да, он когда отвечал, да, хуже будет, если ты их не научишь, и они останутся. Вот, поэтому соглашусь и к тому, что, опять же, почему мы здесь такой вот разговор, бизнес-тренеров без предпринимателей, да, ведь они же всегда оправдываются, что они не такие. Вот, и мы оправдываемся, что мы тоже не такие. Вот, наша передача, она вот как бы в рамках форума «Линия успеха», и я хочу вас ориентировать на вот завершающий такт, короткий самый фраз, да, у нас она называется «Линия успеха», и поэтому, да, такие главные слагаемые успеха уже сегодня называют, что делать, мы немножко отвечали, но все-таки я хочу вас привести к последнему такому такту, да, слагаемые успеха по предпринимательству. Может быть, есть еще сейчас какие-то новые слагаемые, что мы еще не успели. Я услышал новые точно, да, это оценить свои нематериальные активы. Для многих это вообще совершенно не задумывается об этом, да, это вопрос, соответственно, в том, что будь паранойком, да, не только в кризис, а вообще в принципе, да, ну, не забывай, и сними корону. Вот для меня такие вот три слагаемые успеха, которые из сегодняшней дискуссии. Поэтому, коллеги, да, прошу вас, слагаемые успеха. Да, представляйтесь тоже, пожалуйста. Я Дмитрий Сафин, эксперт по привлечению клиентов через интернет, и я отвечу на вопрос по поводу того, как мотивировать людей на предпринимательство. Я понимаю это так, что мы, как бизнес-тренеры, да, здесь собрались, мы должны продавать идею предпринимательства людям. Один из ярких примеров того, кто это делает массово и, ну, на мой взгляд, качественно, это Андрей Парабелло, наверняка многие его знают. Инфобизнесмен. Да, да, я сам инфобизнесмен. Он продает инфобизнес, да. Нет, не только. Он продает… Я же, я просто говорю, он продает инфобизнес. Нет, он продает не только инфобизнес, он, ну да, идею обучения бизнеса в том числе. И он эту тему очень активно толкает, то есть у него много бесплатных предприятий. Услышали, коротко. Продавать идею предпринимательства. Применить к этому технологию продаж, да. Спасибо. Два слова. Дмитрий Римман, бизнес-коуч. Рецепт успеха – это осознанность и вовлечение своих сотрудников. Спасибо. Добрый день, коллеги. Меня зовут Макарова Олеся. Макарова Олеся, прошу вас, чуть поближе микрофон. Я бизнес-тренер, коуч. Я считаю, что одной составляющей успеха наших компаний является это улучшение качества сервиса. На самом деле в России очень эта тема, я считаю, хромает. К сожалению, наши на сегодняшний день предприниматели, они в большей степени ориентированы на получение дохода и заработка. Мы же сейчас не говорим, почему вы так вот так думаете, да. Просто рецепты. Первое, да, сервис. Еще. Сервис отношений, построение собственной команды. Построение команды. Формирование лояльности клиентов. Сервис лояльности, пожалуйста. Давайте сейчас там вот, ну, все равно. Коротко. Позрю, Екатерина, самое важное, как я считаю, это все-таки дух, не скелет, не кости. То есть если у нас сейчас кризис, да. Да нету, ну, не знаю, у вас может быть. Окей. Замечательно, я за вас рада, если нет у вас кризиса. Будем надеяться, что опыт положительный. Смотрите, то есть самое важное – это дух. Если любое внешнее окружение на нас воздействует, да, если предприниматель, он противостоит, да, изменениям среды и может, опять же, мотивировать, то есть в зависимости от того, если он хорошо мотивирован сам, если он выдержит изменения среды… Так в качестве рецепта слагаемого успеха. В качестве рецепта слагаемого среды. Один из вариантов был назван коучинг. Есть инструменты коучинга, которые позволяют работать с собой, со своей личностью развивать и в том числе мотивировать, вдохновлять персонал. Раз – и работать над проектами, их счастливо завершать и двигать команду. Это первое. Все, все. Спасибо. Лариса. Саморазвитие. Саморазвитие. Сам развивайся сам. Подожди, все уже нет. Да я не потому, что вас недолюбливаю, просто, да, стремимся. Ну, мне очень нравится фраза, да. Ли Кок сказал, суть бизнеса можно в трех пунктах. Персонал, продукт, прибыль. Если проблема с первым пунктом, а двух других можете забыть. Я вот эту тему немножко расширю. Мне очень нравится, как Дмитрий Римов сказал. На самом деле согласен. Но немножко с другой стороны посмотрю. Фактор успеха – это коммуникация, лидерство и мотивация. Спасибо. Алексей Алексеев, бизнес Самара. Мне кажется, что как в кризис, так и не в кризис, нужно бизнесмену создавать и развивать свою команду. Нужно управлять процессами, руководить людьми. Это как бы прописные истины. Просто в кризис нужно процессы это еще оптимизировать. А не в кризис не надо их оптимизировать? Да, почему-то вот как-то не задумываешься об этом. Просто эти изменения, которые происходят в кризис, должны быть управляемы. Потому что они у нас спонтанно возникают. То есть я правильно могу сформулировать коротко, потому что прошу быстро. Что важно смотреть, то есть измерять изменения. И все, что может быть измерено, может быть управляем. То есть управлять изменениями. Управлять изменениями в развитии. И обращаясь, например, к тем же бизнес-тренерам, нужно видеть в них не волшебников, которые сейчас махнут волшебниками, а людей, которые могут дать технологию, которую в общем-то... То есть условно не ждать, что это пришли все такие Гарри Поттеры с палочками и так далее. Татьяна Рассохина. Мой рецепт успеха – постоянно искать новые возможности, доводить их до внедрения. Спасибо. Так, давайте перейдем уже к этой линейке. Прошу. Нет, в смысле к тому, что мы уже завершаем совсем, коллеги, по минутке, чтобы мы классические пять минут задержали. Уважаемые коллеги, я думаю, что мой рецепт выхода из ситуации выглядит таким образом. Вот есть замечательная фраза, которая говорит о том, что если каждый руководитель будет принимать на работу или делать своими подчиненными людей ниже ростом, через год это будет компания карликов. Два слова. То есть, мне кажется, такой фактор слагаемого успеха. Осознай проблему, которую может решить твой продукт у клиента. Сделай усилия, чтобы все-таки донести, потому что львиная доля компании до сих пор не имеет фабов. Ну или там, как часто это называют, характеристики преимущества выгоды. Не понимают, к чему привязана, собственно, вся эта история. И еще последнее. Я в том году был в Германии на мебельной фабрике на Биле и спросил одного из руководителей, как вы мотивируете людей. Он даже не понял вопроса. В смысле, не по языку не понял, а у них нет такого файла в голове. Поэтому люди приходят и делают свою работу, и я за Арбайтен, Арбайтен, Унд Арбайтен. Но при условии, что это все-таки осознанная дисциплина. Вот мне кажется, вот это надо как-то развивать всячески, поддерживать. Развивать в себе осознанность. Да, осознанность. Спасибо. Ильдар. Главный принцип – любой кризис когда-нибудь заканчивается. Именно в кризис люди делают максимальные ошибки, думают, что все, мир врушится. Перетерпеть, проанализировать, принять холодные решения, отрезать. Но в конце концов, кризис закончится. Первое. Второе. Должен быть здоровый голод. Голод до знаний. Голод до достижения результата. Голод до... Многого чего. Должен быть голод здоровый. И третье. Я считаю, что должны быть инновации. Мы всегда должны идти к новому. И инновации доступны только смелым. Нужно быть смелым и решительным. Спасибо. Андрей. Что пожелаем. Первое. Когда вы ступаете на скользкий путь инновации и креатива, помните, что это должно быть кому-то нужно. Не только вам, но и тем людям, для кого вы это делаете. То есть проверяйте это на ваших клиентах. Надо ли им это, на самом деле нет. И второй совет. Поступайте с вашим персоналом так, как хотите, чтобы они поступали с вашими клиентами. Спасибо большое. Спасибо вам. Удачи бизнесу. Спасибо аплодисменты. Я очень коротко, да, вот несколько себе тезис записал. Сегодня у нас звучала, да, такая передача бизнес-тренеров. Глазами бизнес-тренеров. Мы посмотрели на предпринимательство. Увидели много всего разного. Не сошлись во мнениях, на мой взгляд. И это слава богу. Я здесь вижу такой момент, что у нас есть часть советов, которые мы давали. Это в сфере, да, что зона развития находится в зоне дискомфорта. То есть вот это развитие через, да, не бывает оно быть в зоне комфорта. С другой стороны, есть позиция, что и в зоне комфорта тоже можно развиваться. Но главный момент, да, не забывайте, что важно постоянно что-то делать. Вот я так услышал всякие, да, вопросы. И мне кажется, наша передача может быть не только полезна предпринимателям, но еще полезна самим бизнес-тренерам. Для нас тоже здесь возникали вопросы и саморегуляции, и как мотивировать сами себя и так далее и тому подобное. Коллеги, с Днем Российского Предпринимательства. Стратегии линии успеха состоялись. Мы вынуждены закончить нашу беседу только потому, что должно быть время и на другое, и на развитие. Спасибо вам большое. Порашу обгонять с каждого визитками. Спасибо. Спасибо.